Гони скидки, толстяк. Эй, ты чего делаешь? Выбиваю скидки у Гейба на игры в Steam, он уже совсем обнаглел. Так, у тебя же дофига бабла, ну-ка займи мне денег на игру. Зачем тебе скидки, если на VTF-кейс можно просто написать боту, и он даст тебе игру бесплатно? Ё-моё, да ты гонишь! Да там 5000 реальных отзывов. Только попробуй это сделать, я всё равно получу твои деньги. Это что было? Да это мне бесплатно, Red Dead Redemption 2 выпал, этот бот реально работает. Зашёл, кликнул и получил игру. VTF-кейс, бегом к нам. И что мне с вами делать, кубики? Эх, не шуми, дай ещё поспать. Просыпайся, нам надо как-то заставить работать эти кубики. Мик, я видела сон, где большая куча конфет, а среди них плавал Кристофер. Дай мне досмотреть сон. Сейчас бы спросить Себастьяна, что это за кубики и для чего они нужны. Но мы ведь не в параллельной вселенной, здесь он злой. Постой, Ник, мне не даёт покоя одна мысль. Если в прошлой вселенной все злые были добрые, а добрые злые, то почему наш дедушка не менялся? Дедушка? Как это не менялся? Он был добрый в параллельной вселенной, выращивал цветочки, был противником войны. Значит, нашу вселенную злой? Хм... Это нужно срочно узнать. Дедушка! 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 Постой! Что ты хочешь у него спросить? Дедушка, а ты злой или нет? Он так ещё больше разозлится. Ну а что ты предлагаешь? Мы будем следить за дедушкой, как Джеймс Бомб. Фау-фау! И что ты ожидаешь увидеть? Что он не тот, за кого себя выдаёт? А может, у него есть секретный подвал, в котором он хранит свои тайны? Точно! У всех злюк есть тайные подвалы! За мной! Мэгги! Это была шутка! Блин, да где эта чёртова хреновина? Херовина? Это, наверное, его оружие! Может, он ещё и маньяк? Ник, мне страшно! Да он просто в своём хламе копается! Какой маньяк? Не надо его защищать! Или ты теперь на его стороне? Ладно, Мэгги, давай последим за ним. Может, он действительно маньяк, страшила, и вообще не напрошеленец. Трое старых трусов, двое трикошек, бесхозная аптечка, патроны от пистолета. Охреновина, это где? Мэгги, мы сидим здесь уже три часа. Дедушка просто разбирает свои вещи. Может, пойдём лучше разбираться с кубиками? Ты теперь должен украсть у него ключи. Какие ещё ключи? Ты издеваешься? Ты говорил, что у него есть секретный подвал. Так давай найдём его. Я же шутил, Мэгги. Ник, отвлеки дедушку и забери в него ключи. Хорошо, но мы всё равно ничего не найдём. И почему я один всё это должен делать? Дедушка, что ты ищешь? О, солдат! А ну-ка помоги дедушке. Я потерял одну очень важную вещь. Что за вещь? Да там, хреновина одна. Игрушка разноцветная. Это вон та? Где? Ах ты недоносок! Дедушка, я забыл спросить. А ты злой человек? Я тебя сейчас накажу, засранец. Будешь до конца каникул дома сидеть. Ой-ой, понял, принял. Мэгги, я забрал ключи. А ещё я узнал, что дедушка действительно злой. А я говорила, говорила, побежали. Пошаримся во всех комнатах и точно что-нибудь найдём. Ну что, что-нибудь есть? Я ничего не нашла. Такое чувство, что у этого дома вообще нет подвала. Может, вход в подвал находится снаружи дома? Звучит логично. Ник, сейчас мы и узнаем все тайны дедушки. Ты туда, я туда. Тоже ничего. Ага. Но мы ещё не посмотрели второй этаж. Так, здесь наша комната. Здесь уборная. А здесь... Здесь закрыто. Вот тут-то дедушка и прячет от нас что-то. Давай, открою. И что это? Склад книжек? Мэгги, это называется библиотека. Но суть не меняет. Ничего шокирующего мы здесь не нашли. Ник, здесь написана какая-то секретная военная операция. Что это значит? Ого! Мэгги, ну ты голова. А, нет, ну, ну ты молодец, короче. Пойдём в комнату, будем читать все эти секретные документы. Подожди. Но ведь у нас остался последний ключ. Мы не нашли одну комнату. Ой, может, это какой-то старый ненужный ключ. Пойдём, эти документы важнее. Вот, читай. Секретный отдел Америки? Дедушка не говорил об этом. Может, потому что это секретный отдел? Постой. Здесь написано о трёх секретных объектах MGC, которые могут нанести большой вред человечеству, если окажутся в плохих руках. Ух ты! Дедушка был спецагентом! Мэгги, здесь фотографии наших кубиков. Только тут их целых три. Подожди, а где наши кубики? Я же оставлял их здесь, в этой комнате. Я их не трогала. Себастьян, опять он? Дедушка, что всё это значит? Извините, детки, но вы наказаны. За что ты так с нами, дедушка? Вы узнали слишком много, детки. И теперь я не могу вас просто так отпустить. Ты что, служил в секретных войсках? Откуда ты знаешь про волшебные кубики? Нет, оболтусы. Откуда вы знаете об объектах MGC? Мы ничего не знаем. Мы случайно нашли их. А я говорила. Ник, говорила. Хорошим это не закончится. Ты ведь не убьёшь нас, дедушка. Вот посидите здесь и подумайте над своим поведением. А чтобы вас никто не услышал, я залеплю вам рты скотчем. Нет, дедушка! А, точно! Ключики-то я у вас заберу. Вы проверили все двери в этом доме. Но то, что вы искали, было всё время у вас перед носом. Так, ещё раз. Мэгги, извини, но мы не можем встречаться. Я понимаю, что у тебя есть чувства ко мне, но... Нет, так не пойдёт. Мэгги, ты слишком хороша для меня, да и у нас разные возраста... Да, блин, бред. Мэгги, не расстраивайся, пожалуйста. Но мне 17, а тебе 13. Меня же поса... Да бред, бред, бред! Ладно. Будь что будет. Мэгги! Ты дома? Ник? Дедушка Остин? Странно. Эй, кто-нибудь! У вас тут открыто? Вы уехали, что ли, все куда-то? Ник! Мэгги! Мэгги! Что случилось? Кто связал вас? А, да. Так вы будете поразговорчивее. Дедушка, он связал нас и забрал кубики! Быстрее! На вымоги его! Дедушка Остин? О чём вы? Он же ваш дедушка. Хм... Кристофер, помоги нам! Ты не видел его? Когда я зашёл, дома никого не было. Постойте. А что за кубики? Он говорил, что вход на самом виду. Ну и где? Вход в подвал. Он обычно под лестницей. Но здесь же шкаф. А может... Эй, здесь же вход! Зачем ему секретная комната? Нам туда, скорей! В шкаф? Что происходит? Я ведь говорила! У всех взлёг есть секретный подвал! Дедушка! Отдай нам кубики! Поздно, детки! Столько лет я пытался найти три этих объекта. И вот! Наконец-то! Сейчас случится то, чего я так долго хотел! Что это значит? Сейчас кубики наполнятся энергией и передадут её мне! И вы уже не сможете помешать! А пока что я расскажу вам одну интересную историю. Детки! После войны я служил в секретных войсках. Мы собрали все три объекта MGC, но на нашу базу напали неизвестные и собрали всё, что было. Эти кубики были утеряны и спустя годы получилось собрать их воедино! Что будет, когда ты получишь энергию от кубиков? Не торопись, Ник! По легенде эти кубики принадлежат создателю. Человеку, который пишет историю нашего мира. Завладевший всеми тремя кубиками, может сам вершить историю и управлять миром. И даже сам создатель не сможет его остановить. Зачем это тебе, дедушка? Всю жизнь я мечтал о власти и, наконец, свершилось! Спасибо вам, детки! Начинается новая эра! Эра, о которой пел!